Доброе утро, Бокертов! Мы продолжаем нашу недельную главу, которая называется Шмени. Вернемся к Ашруту. Написаны 8 животных, которые ползают на брюхи, низко по земле ходят. На русском переводится так, слепыш, мышь, черепаха, анака, варан, ящерица, хамет и филин. Есть разные переводы, в книге Живая Тора есть, что там упоминается еж, одно слово да переводить, другое есть мнение, что хамет это улитка. В общем, разные мнения этих переводов. Почему-то особо эти животные выделены отдельно. И дотронулся до трупа такого животного, и человек становится нечистым до вечера. И если упало что-либо от трупа, допустим, на зерно, которое было полито водой, то зерно становится нечистым. Значит, если человек дотронулся до трупа нечистого животного такого в воде, становится он нечистым. То есть, сам колодец, куда он упало, остается чистым. И ни в коем случае нельзя сказать, раз колодец очищает, то если я тронулся до трупа этого животного в этом колодце, то и я остаюсь чистым. Нет. Закон тоже такой, что колодец остается чистым, а человек должен выстирать одежды свои, сходить в мику, и когда стемнеет, наступит новый день, человек может заходить в храм. Вот так. Значит, даже печь, на которую упадет часть трупа, казалось бы, раскалить печь, прокалить, и все. Нет. Надо печь разобрать, сделать новую печь. Она становится нечистой. Даже в таком удивительном случае. Ну, интересно, что Талмуд говорит нам, что шкурами этих животных можно пользоваться, использовать шкуры этих животных. Как бы это удивительно не было, вот так. Еще раз вернемся к птичкам. Птичкам. Птичек у нас 22 вид перечислен. Если взять две главы, и главу шми, и главу рэ, то перечислены. И там указаны такие птицы, как орел, орел морской, в главе рэ добавляется шулятник, и сокол, коршун породу его, всякий ворон породу его, и страус, и сова, и чайка, и пеликан, и сит, и баклан, и удот, и летучая мышь. В общем, вот эти птички перечислены. Но это в переводе наших мудрецов, как они понимают название их. Точно мы не знаем. Если бы мы знали точно значение всех слов этих, то мы бы ели больше 9 тысяч видов птиц. Но так как мы не знаем, едим те птички, которые дошли нас по традиции. Вот так. Вот. Еще один закон есть, в три раза в Торе повторен, что нельзя варить козленка в молоке его матери. То есть закон тоже удивительный. Наши мудрецы отсюда вводят, так он три раза повторен в Торе. То нельзя варить вместе молоко с мясом, нельзя извлекать из такой смеси какую-либо выгоду, и нельзя такую смесь есть, употреблять в пищу. На сегодня наш урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Яков бен Нахум, Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Хая Малка бад Йосиф, Мира бад Аврагам, памяти Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бад Клара, Гитл бад Мирьям, Борис бен Мария, Анна бад Римка, Полина Перв бад Соня Сора, Лена бад Клара, Женя бад Ида, Анна бад Елена, Евгений бен Софья, Двойра бад Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бад Двойра, Йосиф бен Раиса, Инесса бад Маэль, Евгений бен Берта, Евгения бад Ида, Исхак Шимон бен Бейла Мотал, Фира бад Анна, Гитл бад Мирьям, за хороший шедух Арон Арье бен Двойра, Денис бен Нахум, Альгаль бад Сара, и пусть закончится эта страшная война, всем всего самого наилучшего, до следующих встреч.